Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мне пришла такая классная посылочка от Био Бьюти. Сейчас будем вместе с вами распаковывать, тестировать и смотреть, что же там внутри. А, внутри у нас вот такая коробочка Био Бьюти. Кстати, это отечественный производитель натуральной косметики. С 8 марта! Как приятно! Хоть и посылка немножко опоздала, посмотрите, какая прелесть. Я под видео обязательно оставлю ссылку на этот сайт. Спасибо огромному Био Бьюти за такой подарочек. Так, здесь у меня 4 средства. Первый продукт – это зубной порошок. Девчонки, я заказала укрепление. Универсальный, экологически чистый, натуральный зубной порошок. Укрепляет десну зубную маль, препятствует образованию зубного камня, способствует защите зубов от кариеса, обеспечивает профилактический уход за полостью рта. Красивая такая упаковочка. Так, вот у нас состав. Вот он. Состав вообще, конечно, потрясающий на русском, на английском. Действие используется как рекомендации. Я купила этот порошок девчонке-маме, потому что у нее есть проблемы с деснами. И я хочу, чтобы конкретно она его протестировала. Я вам потом расскажу в Инстаграме, либо в пустых баночках, как работает это средство. Мы с вами сейчас все посмотрим. Так, это у нас что? Ложечка. Здесь есть ложечка в комплекте, которой мы будем насыпать порошочек, наверное, да? И вот так выглядит сама баночка. Красиво, мне кажется, удобно. Сейчас посмотрим. Так, у нас здесь, смотрите, какая большая инструкция прилагается. Натуральные зубные порошки серии Гер Барика. От научно-производственной лаборатории ЛН Косметик. Здорово. Здесь написано, как нам нужно это все делать. Значит, мы берем большую мерную ложку. Потом берем немножко порошка и насыпаем в емкость. Вот эта емкость у нас оказывается. Вот в эту емкость. Насыпаем порошок. Потом зубную щетку смачиваем водой, обмакиваем в порошок. Чистить зубы движениями. Рекомендованы на стоматом в течение 1-2 минуты. Хорошо прополоскать рот. Здорово вообще. Ватные турундочки можно вообще смачивать. Смотрите, девчонки, ватные турунды водой. Приготовить кашицу из порошка. Нанести кашицу на турунды. Поместить турунды на десны. Выдержать 10-15 минут. Здорово. У меня, мама, действительно, есть проблемы с деснами. Я хочу, чтобы она попробовала этот порошок. Мы с вами сейчас его откроем, потому что я ей все равно скоро его повезу. Так. Как он выглядит? Вот, девчонки, это такой серый порошочек. Его здесь достаточно много. Мне кажется, надолго хватит, на самом деле, этой баночки. Так, по запаху. Он пахнет чем-то ментоловым, чем-то таким мятным. Очень вкусно. Мне кажется, приятно будет чистить этим порошок. Но мы сегодня с вами можем, кстати, затестить. Ничего страшного. Насыпем, попробуем, разведем. Так. Порошочек откладываем. Что же у нас здесь дальше? Дальше, девчонки, я заказывала вот такую биомаску для волос под номером 2. Там для каждого типа волос определенный номер маски. Фитоника. Биомаска для волос на основе циолита для регулярного комплексного ухода за кожей головой волосами. Для укрепления и роста волос я выбрала себе масочку. 100% натуральный состав. Укрепляет волосы и способствует их росту. Помогает устранению перхоти и зуда. Контролирует выработку секрет социальных желез. Нормализует. Да, вот это тоже для меня очень актуально. Смотрите, как все запечатано. Сроки годности. У нас получается до 11 месяца 2021 года довольно большой, естественно, потому что это порошок. Так, состав, девчонки, смотрите. Состав тоже классный. Корень лопуха, блин, потрясающий. Я помню, как-то лопух заваривала самостоятельно. Это, конечно, дело неблагодарное. Состав супер. Сплошные природные компоненты, ингредиенты растительные. Тщательно очистить кожу головы, подготовить ее к маске. Для этого нанести на кожу головы кашицу из биочистки. Закрыть пленкой. Через 20 минут смыть теплой водой. Маску развести горячей водой до состояния жидкой сметаны. Так, значит, горячей разводим. Дать остыть. Равномерно распределить на коже головы у корней волос. Обернуть пленку, утеплить. И держим 30-40 минут. Потом тщательно смываем водой. И можно даже по завершению использовать шампунь или ополаскиватель. Я тогда перед шампунем, девчонки, попробую эту масочку. Как она будет работать. Действие. Без химии. 100% натуральный состав. Веганские, кстати, продукты. Здесь 150 грамм. Давайте с вами откроем уже и посмотрим. Так, как она выглядит. Внутри у нас пакетик и инструкция по применению. Вот. Тоже такой серенький порошок. И здесь ее довольно много. Будем с вами сейчас все пробовать, тестировать. Следующие два продукта. Они у нас получаются из линейки Mineralife. Первый продукт это гелевая маска. Увлажнение я взяла с маслом ши-гиалуроновой кислотой для увлажнения кожи лица и вокруг глаз. Натуральные компоненты 97,7. Через 10-15 минут свежая подтянутая кожа лица, ясно отдохнувший вид, без темных кругов. После курса 10 процедур снижена склонность к припухлости в области глаз. Уменьшена глубина морщинок. Вообще здорово, девчонки. Так. Способ применения масочки. Это нам все понятно. Я уже порошком ее забрызгала. Она у нас в слюде. Приходит состав. Вот как выглядит состав, смотрите. Классный состав тоже вообще. Вот один консервант. В самом конце его немножко и наверняка он идет нам только в пользу. Состав потрясающий. Не содержит... А, содержит минимально допустимую концентрацию вот этого консерванта. Не тестируется на живот. Тоже, наверное, гигантский продукт. Вот, кстати, контакты. И давайте с вами откроем и посмотрим, что из себя представляет масочка. Сейчас тоже с вами все протестируем. Сегодня у нас снова будет ванна красоты. Ссылочки на все эти продукты я по своим видео оставлю тоже, чтобы вы долго не искали, если конкретно этот продукт вас заинтересовал. Здесь у нас тоже довольно большая инструкция, да, по применению. Смотрите, какая красивая. Вот. И вот сама масочка. Здесь 50 миллилитров. Так и как она у нас выглядит. Приходит все зафольгированные в слюде. Это очень радует. Это всегда располагает прям. Так. Она у нас должна быть гелевая. Давайте, девчонки, посмотрим. Вот. Она действительно гелевая и натурального цвета, да? Натуральная косметика. Она всегда таких цветов. Запах практически никакого. Какой-то приятный. Такой, не знаю, даже фруктовый, что ли. Ну, приятная отдушка в целом. Очень приятная. Будем сегодня пробовать. Последний продукт моей посылочки. Это гель для умывания минеральный. Универсальный минерально-солевой. Гель для глубокой очистки лица. Натуральные компоненты 98%. За одну минуту глубоко очищает кожу от загрязнений широкого спектра. Восстанавливает способность коллагена, удерживать влагу. Это супер. Нормализует и сухую, и жирную кожу. То есть, смотрите, как интересно. Сужает поры, выравнивает структуру кожи, придает гладкость, оказывает профилактическое действие в отношении черных точек акне. Усиливает эффект от последующего применения масок и кремов. Супер. Так. Здесь у нас состав. Тоже очень классный состав. Альгинат натрия даже есть. Здесь вообще супер. Состав замечательный. Не тестируется на животных и нет парабенов. И давайте тоже вскроем этот гель для умывания. Посмотрим, что у нас там внутри. Очень интересно. Интересно потестировать. Это мое первое знакомство с компанией Биоблюти. Надеюсь, конечно, что все понравится. Так, вот у нас как выглядит флакончик, да? Здесь, по-моему, побольше, да? Здесь объем уже 80 миллилитров. Вот информация. И сейчас посмотрим, как выглядит сам гель. Тоже приходит все зафольгировано. И вот он гель. Ой, много ливануло. Вот как он выглядит. Такая светло-коричневая субстанция по запаху. Пока вообще ничем не пахнет. Сейчас я побольше выдавлю. Не, девчонки, вообще ничем не пахнет. И здесь есть частички. То есть он немножко напоминает гаммаж или мицеллярное умывание. Да, девчонки, вот как в Эйвен есть мицеллярный скраб для умывания. Вот по консистенции прям напоминает. Потому что соль, скорее всего, это соль, да? У нас в составе заявлено чувствуется прямо частички мелкие. Вот такой продукт. Сейчас идем, девчонки, с вами все тестировать. Предлагаю начать с тестирования геля для умывания. Сейчас я сниму макияж предварительно мицеллярной водичкой. И будем умываться гелем. Так, девчонки, я смыла макияж. Сейчас одеваю свою повязочку. И нам нужно будет намочить лицо. А потом выдавить 3... Нет, по-моему, 1,5-2 см геля нанести на кожу и через минуту смыть. Я намочила лицо влажными руками. Сейчас будем с вами работать этим гелем. Так, выдавливаем 1,5-2 см. Ой, вот как он выглядит. Смотрите, как выглядит натуральный гель для умывания. Это большое количество... Очень похоже, девчонки, на Агамаж, либо на мицеллярный скраб. По тактильным ощущениям здесь много мелких частичек. Много-много. Они прямо очень здорово полируют, скрабируют, отшелушивают. Я люблю такие средства. Мои позже комбинированные. Вообще это прям любимое дело. Никакого запаха у него не чувствую, девчонки. Вообще никакого. Это здорово на самом деле. В последнее время мне не очень нравится, когда в уходовых средствах какие-то яркие отдушки. Сейчас мы с вами будем минутку все это дело массировать и потом смывать водой. По ощущениям это прям вот любимые мои продукты. Знаете, напоминает такое же количество частиц, такого же размера в скатке ICO фаберликовской. Мицеллярный скраб Эйвен. Там они помельче и их даже чуть поменьше. Вот в этом продукте их достаточно много. Камера не передаст, конечно. Но я на руках вот их вижу. Они мелкие-мелкие, беленькие, таких очень много. Здорово. Я прям обожаю такие средства, если честно. Моя кожа такой уход любит. Так, ну все. Сейчас смываю водой и возвращаюсь к вам. Что могу сказать по ощущениям? Я как следует еще потерла эту зону. И у меня здесь прям покраснело. Но я так люблю. Кожа очищена до скрипа. Она очень гладкая, мягкая, пропорые. В зеркало посмотрю, девчонки. Ну как, они вычищены, они чистые. Не могу сказать, что они исчезли. Мне кажется, таких средств в принципе не существует. Потому что это какие-то внутренние процессы. И предрасположенности, генетика и так далее. Но кожа очень гладкая, очищена до скрипа. Это классно. Прям вот даже круче, чем после скаточек. На самом деле. Мне нравится. Безумно продукт. Вообще потрясающий. Вот моя кожа такие продукты любит. Так, дальше девчонки маска. Поехали. Масочка у нас на 10-15 минут. Очистить кожу очистили. Подсушить полотенцем. Подсушили, нанести необходимое количество на кожу лица и шеи при желании. Выдержать 10-15 минут. Смочить водой кожу в местах нанесения маски. С помощью спонжа снять маску с кожи. Плоснуть водой, промокнуть полотенцем. Так мы с вами и сделаем. Так, вот у нас масочка. Вот она. Вот как выглядит. И будем с вами наносить ее на лицо. Она у нас заявлена как увлажняющая. Поэтому после масочки лицо должно быть у нас с вами увлажненное. Она когда разносится по лицу, становится такая практически прозрачная. Запах очень приятный. Здесь есть какая-то косметическая одушка, в отличие от геля. Немножечко ее здесь и есть. Он еле-еле такой прям уловимый. Я нанесу таким средненьким слоем. И будем ходить с вами 10-15 минут. И потом посмотрим на результат. Я хочу нанести ее и на веки. Там тоже нужно увлажнение. Я думаю натуральный продукт веком точно не повредит. Все, девчонки, хожу 10-15 минут. Вот как она выглядит на лице. Приятно пахнет. И возвращаюсь к вам. Вот, девчонки, прошло 15 минут. Может, чуть меньше. Смотрите, как интересно масочка отходит. Смотрите. Причем в некоторых местах, да? Вот так кусочками прям. А здесь как бы все на месте. Сейчас нам по инструкции нужно смочить лицо. И убрать все это дело спонжем. Я люблю использовать вот такие спонжики с фиксом. Очень многие маски. И на самом деле удобно убирать. Она хорошо, кстати, убирается. Лица прям так быстро. Смыла маску спонжем. Потом умылась водой, девчонки. И что по ощущениям? Кожа действительно увлажненная. Прям такая, знаете, упругая. Когда кожа хорошо увлажнена, она упругая. То есть к ней прикасаешься и это чувствуешь. Классно. Вообще супер. Мне очень понравился эффект. Поры вычищены. Практически незаметные. Все прям вот супер. Классно. Кожа очень гладенькая. Тон ровный. Маска классная. Девчонки, оценила по достоинству. Насколько была гладкая кожа после геля для умывания, после маски. Прям вообще какой-то восторг. Такая, знаете, отдохнувшая, увлажненная, упругая. То есть протонизированная даже, я бы сказала. Прям тоник не обязательно даже наносить. Но я все равно сейчас нанесу тоник и свой дневной крем. А сейчас мы с вами пока попробуем зубной порошок. Мне безумно интересно. Так вот. Я беру мерной ложечкой небольшое количество. Да, я не знаю, мне кажется, вот этого достаточно будет. Я уже налила теплой водички вот в эту формочку. Так. Которая у нас была в комплекте. Вот она. И сейчас вот таким вот образом все это дело разведу. Вот. До кашицеобразного, да, состояния. И попробую почистить зубы. Мне просто очень интересно хотя бы по очищающим свойствам. Маловато у меня как-то жидкость. Здесь я, наверное, воды много налила. Сейчас еще добавлю. По очищающим свойствам, насколько хорошо очищает эмаль. Потому что это видно сразу, да. Как проверить, хорошо ли работают пасты, зубные порошки, либо еще что-то, да. Почистили зубки, проводим языком по эмали. И если она гладенькая, значит паста вам подходит и справляется с заявленными функциями. Если нет, то нет. Так, я развела. И сейчас туда макну зубную щетку. У меня вот такая Oral-B. И буду чистить этим составом зубки. Вот так, девчонки. Аромат приятный. Сейчас посмотрим, как на вкус. Что могу сказать, девчонки. Эмаль очистила хорошо. Зубки белые, зубки гладенькие. Никаких нареканий к этому нет. Привкус? Привкус довольно приятным. Эвкалипт, ментол, что-то такое. И он остается во рту. То есть я проплоскала рот. И вот эта свежесть, она остается во рту. Очень интересно ощущение. В общем, мне понравилось. Я надеюсь, что и маме моей тоже подойдет. И поможет решить как бы проблемы, связанные с десном. Мне кажется, там есть в составе коротуба. Потому что я приблизительно знаю, как она на вкус. Надо почитать будет повнимательнее. Как будто, не знаю, обволакивает что ли. В общем, классное ощущение. Эмаль чистая. Поэтому почему бы и да. Ну а сейчас давайте протестируем. Мне уже не терпится масочку. А я уже подготовила миску с такой довольно горячей водой. Да, написано, мне кажется, много надо отлить. 70-80 градусов, да. И я буду разводить там этот порошок. Предварительно я все-таки решила, что как написано, я чищу кожу головы, волосы я помою. А потом нанесу уже на волосы этот состав. И буду так ходить 30-40 минут в шапочке. Вот. Так, сейчас сколько ложечку? Полторы ложечки положу. И посмотрим, как будет по консистенции. Запах. Девчонки, не пойму какой. Какой-то травяной запах. Вот такая вот кашица получается. Развожу. Вообще все маски как бы для волос, для кожи головы лучше в теплом виде применять. Вот. И уж тем более эту. Как-то жидковато. Сейчас, наверное, еще ложечку положу. Я прямо от души развела. Мне не только на кожу головы, наверное, хватит, но и на все волосы. Хотя тоже, как известно, у нас маски, они прежде всего влияют на волосяную луковицу. Именно оттуда у нас идет здоровье. Именно там оно у нас заложено. Здоровье волос. Можно сколько угодно питать волосы снаружи, но все-таки все здоровье у нас идет от луковицы. Получилась такая интересная консистенция. Вот такого вот цвета. Так, я сейчас буду мыть голову и наносить масочку, пока она у нас еще теплая. Вот, девчонки, я помыла голову, волосы и сейчас будем с вами наносить маску. Нам написано, нужно ее наносить на кожу головы, на всю длину не нужно. Но мне прям хочется и так, и так. Она довольно жидкая, девчонки, у меня получилось. Поэтому я прям буду вот так тепленько пропитывать и втирать в кожу головы. Может быть, еще потом массажной щеточкой пройдусь. Вот таким образом по проборам. Затея, девчонки, была не очень, поэтому я просто наклонила голову над ванной и распределила все по коже, головы, по волосам. Сейчас беру вот такую вот шапочку для ванной. Убираю все это дело под шапку. Вот так. И еще сверху одену полотенчик и буду так ходить минут 40. Как у нас и написано. Да? Так, все на месте. Встретимся через 40 минут. Ну что, девчонки, походила я, наверное, где-то сейчас с этой масочкой. Давайте снимать и смотреть, что же у нас получилось. Сейчас я буду все это смывать. Все-таки не хочу смывать шампунем, хотя здесь есть мелкие частички, да, минералы. Вот маски даже отпечаталась. Минералы, да, такие, то есть их много достаточно. Я надеюсь, что бальзам все это дело смоет. Так что сейчас смываю и возвращаюсь. Смыл я, девчонки, маску. И что хочу сказать. Вот знаете, когда смывала ее, воды было, в принципе, достаточно. Все равно нанесла свой любимый бальзамчик и уже чувствовалось, когда смывала водой, что, знаете, волосы такие будут от нее блестящие однозначно. Вот это всегда чувствуется, да, когда наносите и по ощущениям, да, трогаем волосы, они какие-то до скрипа чистые и прям какие-то, не знаю, плотные что ли. Ну, мне понравилось. С одного применения, конечно, эффекта не поймешь. Я буду делать ее и тестировать дальше. И обязательно напишу отзыв в инстаграм по прошествии какого-то времени. Если не подписаны на мой инстаграм, проходите, ссылка всегда под видео. Ну, в принципе, на этом, девчонки, все. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что мой обзор был вам интересен и полезен. Все полезные ссылочки в инфобоксе. Заглядывайте туда, там много интересного. Ссылочки на продукты, на сайт и так далее. До следующих видео. Всем пока-пока.